Это замечательно. Что хотелось бы сказать. Сейчас я вам буду представлять второго спикера. И каждый из вас уже прочитал описание о том, кто это будет, о чем будет доклад. Но в любом случае всегда интересно соотнести свои ожидания с тем, что мы сейчас с вами увидим. Да, и следующий спикер, который выйдет сейчас на сцену, расскажет нам о силе социологического объяснения. Итак, встречаем. Всем привет. Меня зовут Лиля Земнухова. Я социолог. Работаю в социологическом институте РАН. И буду с вами сегодня говорить о том, почему нельзя просто так взять и построить свою Кремниевую долину, основываясь на том, какова же сила социологического объяснения. Наверняка многие слышали о том, что Кремниевую долину пытались построить не однажды. Вторую, еще одну, очередную. И весь мой интерес к этому вопросу возник с того, что, когда я проводила свои исследования, которыми я занимаюсь уже 7 лет последних, я исследую IT-сообщества, IT-шников, их профессиональные траектории, образование, иногда миграцию. И примерно сотню интервью уже провела. И где-то половина из этих людей задавали мне один и тот же вопрос. Причем социология? Зачем социологии что-то понимать о нас? Зачем социологии, что может дать социология для понимания того, что происходит с IT? После пятого такого вопроса я подготовила ответ на этот вопрос. И начала рассказывать о том, что, например, Кремниевая долина – это тоже объект исследования. И рассказать о том, почему она успешна, и почему нельзя сделать еще одну такую же, тоже может сказать социология, дать ответ на этот вопрос. Но особенно трепетно я отношусь к Science and Technology Studies, исследованию науки и технологий, которые дают возможность социологии придумывать новые объяснения. Они расширяют пространство для воображения. Но прежде чем мы пойдем дальше, у меня к вам партика вопросов. Я буду следовать за Антоном. Кстати, Антон, ты еще не знаешь, что я тоже собираюсь сделать интервью когда-нибудь. Но сначала к вам. Кто из вас, я прошу поднять руки, получал социальное или гуманитарное образование? Получая IT, это тоже считается. Спасибо. Теперь из тех, кто не поднимал руки, кто когда-либо интересовался, чем занимаются социальные науки, ну или хотя бы пробовал что-то читать по этому поводу. Отлично, это очень радует. Опять, для тех, кто все еще не поднимал руки. У вас есть знакомый или друг социолог? Это прекрасно. Я надеюсь, что тех, кто совсем так и не поднял руку, ни разу осталось немного. А если остались, то они в дальнейшем присоединятся к кому-нибудь из предыдущих. И не убирать руки далеко, мы еще с ними потом поработаем. Что такое социологическое объяснение? Я уже упомянула про Science and Technology Studies, и возможно, кто-то знает этого товарища. Кто знает этого товарища? Я вижу две руки, три, четыре, пять. Это Бруно Латур. Если вы его еще не знаете, то имеете возможность познакомиться. Он был одним из тех, кто стоял у оснований, был основоположником, концепт секторной сетевой теории, который позволил, например, социологам включать технологии в исследование. Раньше мы исследовали только людей, а потом мы стали исследовать технологии тоже. Примерно на тех же основаниях, что и людей. Еще Латур занимался разработкой такого направления, как Laboratory Studies, исследование лабораторий. Мы о них тоже поговорим. И что он сделал еще? Он попробовал систематизировать все знания, которые было до него в том числе, чтобы объяснить, чем все-таки занимается социология и чем сильны социологические объяснения. И то, что мы с вами проделывали с поднятием руки, я бы отнесла к уровню описания. Мы просто, дескриптивно, основываясь на простых связях, описываем, например, аудиторию. Следующий уровень требует поиска каких-нибудь закономерностей, какой-нибудь простой или не очень простой корреляции. И это уже статистика. И эти объяснения требуют дополнительных элементов, условий, следствий, причин. Но самый интересный уровень называется у Латура сильное объяснение. И здесь мы пытаемся опираться на дедукцию в самом таком правильном ее смысле. Мы создаем большие описания, основываясь на категориях, на структурах, на представлениях о том, как все работает. И честно пытаемся делать это хорошо. Как это работает? Это работает по-разному, честно говоря. Но если делать все хорошо и правильно, то то, чем занимаются ученые, например, когда они решают создать еще один клон тираннозавра Рекса, социологи в этот момент или социальные ученые, я буду заменять эти два названия социальных ученых, приходят и объясняют ученым, почему это не очень хорошо. Почему создание тираннозавра Рекса может вызвать еще одни социальные последствия для нас с вами, для людей, которые живут в этом же самом обществе, где ученые, собственно, и трудятся. И как это делают социологи, они, и социальные ученые, они, например, проводят опросы, например, они берут интервью, например, они наблюдают. Есть ли кто-то здесь из студентов, кто социологию сейчас как раз изучает? Немного, но спасибо, отлично. Наверняка вас просили проводить уже какие-то социологические исследования, и, возможно, даже одним из методов, которые выбирал, был наблюдение. На картинке, мне нравится эта картинка, потому что, если вы вдруг оказываетесь недалеко от факультета социологии, еще не знаете, что за вами не наблюдают и не строят очередной раз теоретические модели. Помимо прочего, мы используем анализ данных. Без сомнения, информационные технологии позволили нам работать с бигдейта, и все, что можно себе представить, попадает в наше поле исследований. Почему Кремниевая долина? Для меня этот вопрос тесно связан с моим основным интересом исследовательским. Я социолог науки и технологий, а Кремниевая долина — это просто идеальный пример для того, чтобы понять, как работает наука, как наука участвует в технологическом развитии, а главное, что могут по этому всему поводу сказать социологи. И вот эти три книжки, которые я упоминала в представлении перед курилкой в анонсе, как раз хорошие примеры того, как разные социальные ученые подходят к примерно одним и тем же вопросам. Один общий вопрос — почему она такая успешная, а варианты ответа разные. Например, Анна Лис Аксениан сравнивает калифорнийскую историю с регионом MIT, то, что называлось раньше маршрут 128. И почему одно выстрелило, а второе нет. Мартин Кенни собрал ряд статей по поводу того, как функционировали разные профессиональные сообщества и какую роль они играли в формировании успешности этого региона. И Ликуе, простите, если я неправильно произношу его имя, Кристоф Ликуе пытался сосредоточиться конкретно на предпринимателях, на инженерах, которые продвигали свои разработки. Набившее скомину слово «междисциплинарность», если вы его все еще не слышали, вы наверняка о нем будете слышать много миллионов раз, здесь имеет место, потому что, когда мы берем большой сложный объект вроде долины кремниевой, нам нужно подходить к нему с разных сторон. Ну, например, нас должна интересовать география. Почему именно там? Как это связано с другим миром, с остальным миром, с другими участками Америки и так далее? Без сомнения, мы интересуемся историей, потому что, если долина началась там, то что там происходило? Нас не может не интересовать экономика, потому что на секундочку она играет, возможно, одну из самых главных ролей с момента, как информационные технологии заняли большой рынок, долю рынка. Ну и еще мы можем исследовать всякие странности вроде того, какие типы бород носят айтишники в Кремниевой долине и почему это может быть важно. Мы никогда заранее не можем сказать, что конкретно окажется важным. И нас в любом случае интересует, с чего все начинается. Меня как социолога науки и технологии интересует, где, собственно, науку и технологию делают в Кремниевой долине, делали в Кремниевой долине, и осталось ли все так же, как это начиналось. Классическим местом производства научного знания, сказал бы вам Латур, является лаборатория. В случае с Кремниевой долиной мы говорим о Стэнфорде, в Стэнфордском университете, где основные лаборатории собирали сообщества заинтересованных инженеров, математиков, физиков и успешно проводили свою деятельность, научную деятельность там. Но на этом все не заканчивалось, потому что в какой-то момент необходим трансфер технологий. Нужно, чтобы разработки выходили за пределы лабораторий. Нужно, чтобы была возможность коммерциализации своих разработок. Например, университет ИТМО. В последнее время он активно работает над тем, чтобы формировать партнерство с индустрией, с государством, с теми, кто может заказывать разработки, которые создаются здесь, даже студентами. Работает над патентованием, устраивает дополнительные мероприятия, ликбезы того, как коммерциализировать разработки, не мне вам рассказывать. Но лаборатория является не единственным местом в производстве инноваций. И историк инноваций Марио Биаджоли сказал бы вам, что как же гаражи, особенно в Кремниевой долине. Гаражи — это еще одно место, где происходит, возможно, не настолько правильная и четко определенная упорядоченная деятельность, как в лабораториях, потому что лаб-стайдис предполагает, что когда мы приходим в лабораторию, мы находим порядок, упорядоченность действий ученых, научных сотрудников, порядок на полках, порядок последовательности деятельности, регламентирование их повседневности и так далее. В гараже это все тотально отсутствует. Вот этот гараж, возможно, кто-то из вас знает, это Хьюллит и Пака. Именно в этом гараже они написали своеобразный манифест, один из правил производства инноваций в гараже. Мне больше всего нравится одно из них — «no politics, no bureaucracy». Нет политики, нет бюрократии, потому что это неуместно в гараже. А последнее — «invent» — «изобретай». Именно этим они и занимались. Другой пример, возможно, вы тоже, кто-то из вас знает, это Apple. И тоже хороший пример того, как инновация, технология началась в гараже и дальше постепенно начала выходить за пределы одного. Как только производство необходимо, необходимо было наладить серийное производство, технологии пришлось выйти за пределы гаража. Примеров еще много. Amazon, Google, Microsoft, Dell. Но как только технологии выходят за пределы места их производства, возникает потребность выйти им куда-нибудь. Кто-то участвует в процессе выхода, кто-то сопровождает, кто-то объясняет, что и как работает. И во второй книжке, которую показывал Мартин и Кенни, есть прекрасная… Мартин и Кенни вместе с Ричардом Флоридой, которые, возможно, слышали по концепции креативного класса, предположили, что вот эти участники важны для успешного производства инноваций. Это венчурные капиталисты, это юридические конторы, профессиональные сообщества, мы уже упомянули. Само собой, это само производство, образование, без университетов никуда. А также сервисные центры, колл-центры. Это основные участники производства на начальном этапе развития долины. Мне особенно нравятся два примера, поэтому я остановлюсь на них. Но тем, кому интересно, я вот просто рекомендую читать и смотреть. Юристы. Несмотря на то, что мы думаем, что профессиональные сообщества означают их профессиональную деятельность, социологи выяснили, что… Марк Сачман в данном случае выяснил, что на ранних этапах развития долины юристы едва ли выполняли прямые юридические функции. В данном случае это лица, сопровождающие переговоры, и консультанты. Было еще как минимум три роли, которые они выполняли. Например, они были gatekeepers, то есть превратниками. Они были теми, кто стоял в начале сообщества. Они были теми, к кому впервые обращались вновь прибывшие ребята изо всего мира и пытались понять, как же у вас тут все устроено и куда идти дальше. Дальше они были теми, кто… Те, кто обращают в веру. Условно говоря, уже есть, предположим, что уже есть стартаперская культура, в которую непонятно, как включаться, непонятно, какие там правила игры. И юристы были теми людьми, адвокаты, которые были готовы объяснить вновь прибывшим, как здесь все работает, с чего начинать, чем продолжать и где заканчивать. А также они были matchmakers. Это те, кто находил идеальное сотрудничество. Они точно знали, к ним стекались все потоки информации, они точно знали, кто ищет… Простите, я тут трубочка. Кто ищет какие проекты, кто готов вкладывать во что и с кем, кого лучше состыковать, чтобы проект удался. Другой пример – это венчурные капиталисты. На самых начальных этапах развития долины их роль выполняли друзья и родственники, потому что требовался колоссальный уровень доверия, и чтобы находить деньги, в первую очередь шли к тем, кого уже знали. Дальше культуру инвестирования стали воспитывать бизнес-ангелы, которые были готовы финансировать те проекты, которые казались важными, интересными, и которые могли принести выхлоп. И только после того, как сформировался основной рынок предпринимателей, инвесторов, бизнес-ангелов, и появилось большое количество проектов и выборов между этими проектами, возникли венчурные фонды. И с тех пор такой ситуации с венчурными фондами все еще не наблюдается ни в каких других инновационных регионах. Но, конечно, это все не имело бы смысл, если бы ученые, вышедшие из лабораторий, не вышли из лабораторий. Поэтому первые профессиональные сообщества, на которые ориентировались юристы и другие инвестициональные единицы, были академическими инженерными сообществами. С ними было легко работать, но не всегда, потому что до определенного времени это были действительно ученые, которые не очень понимали, зачем мне нужно коммерциализировать мою разработку, зачем мне нужно вводить ее на рынок. Или это были инженеры, которые не интересовались вопросом того, как работает рынок. И поэтому, как только юристы и другие посредники стали информативно обрабатывать деятельность тех, кто выходил из своих лабораторий и гаражей, постепенно стал возникать набор характеристик, которыми обладал типичный Silicon Valley Guy, парень из Кремниевой долины. Он должен был уметь разбираться в основах рынка, экономики, понимать, что происходит с технологиями, к кому идти, с кем разговаривать. Самые успешные из них стали основателями корпораций, известных нам чаще всего, или, может быть, даже не совсем известных. Корпоративная культура начала возникать в айтишных компаниях потому, что, как пишет об этом Гедеон Кунда в своей книжке Engineering Culture, потому что именно культура, которая сродни с религией, может формировать традиции, может объяснять, что и почему нужно делать, может навязывать ценности, может придавать философское значение вашей обычной инженерной деятельности, и которая может в конечном итоге стать самоцелью и поддерживать культуру, значит, находиться в этой корпорации, а не делать что-то, какую технологию только для себя. Это он нашел в 92-м году, но мы все еще сейчас можем наблюдать, если бы даже не было здесь этой надписи Google, скорее всего, вы бы поняли по цветам велосипеда, что эти велосипеды относятся к Google. Или если вдруг вы устроитесь в Google, вдруг есть кто-то, кто уже работал в Google? Нет, вроде бы. Если вы устроитесь в Google, то первые три месяца вас будут звать Noogler, то есть у нас прибывший, не Google, у нас прибывший Google. Только после обряда, перехода из вот этого нового статуса в бывалый вы станете гуглерами. И такого очень много. Я привожу пример Google, потому что я была в российских, лондонском, дублинском офисах, и все воспроизводится в равной степени. Корпоративная культура действительно поглотила в какой-то момент представление о том, как устроен инновационный бизнес, особенно бизнес в Кремлевом Долине. И за бортом оказались те, кто только приезжал, только оказывались участниками этого всего большого хаоса, пусть упорядоченного. И они придумали свои альтернативные корпорации, но очень маленькие, вроде коворкингов и колливингов. Это совместное проживание, совместное производство. Кто знает, откуда эта картинка? Я надеялась. Это сериал «Кремлевая долина», и, на мой взгляд, он очень хорошо и интересно отображает то, что на самом деле происходит с теми, кто оказывается в Кремлевой долине в самом начале. И это прекрасные иллюстрации стереотипов, основных традиций, основных практик, которыми пользуются в Кремлевой долине сейчас, в наши дни. Все было бы невозможно, когда я говорю о сообществах, профессиональных и специалистах, если бы в долине не сохранялся очень высокий уровень неформальных отношений за пределами социальных единиц. Пару лет назад Стивен Шейпин, это один из авторов, он социолог научного знания, он один из авторов книги про экспериментальную жизнь, про дискуссию между Гопсом и Бойлем. Тоже очень интересно, всем рекомендую. Стивен Шейпин рассказывал о том, как breakfast at bugs, кофейня bug, где традиционно проводились еще на заре долины завтраки, стало местом, где заключаются сделки. Не офисы, не специально для этого отведенные места, а кофейни. Сейчас, в общем, мы, наверное, примерно в каждой кофейне можем найти работающего человека за ноутбуком. А в долине мы не можем найти кофейню, где не работают. И интересно то, что именно в кофейнях повышаются шансы встретиться инвестору со стартапером, вновь прибывшему разработчику с потенциальным работодателем, юристу с другим инвестором и так далее. То есть атмосфера кафе, которая, опять же, имеет глубокие корни в самой долине, подчеркивает неформальность обстановки, подчеркивает возможность доброжелательных отношений, а главное, повышает уровень доверия. Все, о чем я говорила до сих пор, обладает или характеризуется очень высоким уровнем доверия. И это все еще очень сильно работает в долине, и оно исторически складывалось, оно имеет большие основания. И доверие в том числе является очень серьезным компонентом экосистемы. Могу ли я у вас спросить, кто еще не знает, что такое экосистема, я не слышала про это в отношении инноваций? Кто не? Отлично. Я удивлена, что все еще есть такие люди. В двух словах, в последнее время, лет, я не знаю сколько, лет пять, наверное, или шесть, особенно активно стали говорить о том, что в России тоже нужно создавать инновационную экосистему. В том числе университет ИТМО стал во главе этого движения, потому что им, как кажется, удается это делать внутри университета. Экосистема подразумевает, что разные элементы связаны между собой, и это работает единым организмом. И социальные ученые предлагают называть это, некоторые социальные ученые предлагают называть это экологией инноваций, что немножко как будто бы смещает фокус, но суть все равно остается та же. Экосистема, это действительно очень сложная, многослойная штука, которую не очень понятно, нужно ли вообще описывать. И когда ее пытаешься описать, получается что-то в этом роде. Может не вчитываться, что тут написано, потому что таких картинок очень много в интернете. Можно найти что-то в этом роде, когда приближается к первоначальному значению экосистемы, взятых из естественных наук. А здесь, кстати, даже учли прекрасную погоду Калифорнии, солнышко и все такое. Или получается что-то в этом роде, когда речь идет только о людях, таланте, большом видении, знаниях. Именно поэтому, когда мы пытаемся пытаться повторить еще одну Кремниевую долину, нам сначала нужно понять, что это такое Кремниевая долина, а потом пытаться ее повторить. И все попытки выглядят примерно не очень. И мы вернемся чуть-чуть, и на этом я завершаю. Так что все-таки делает здесь социология, и почему она интересна? Мы помним про первых три наших уровня, да? Социологи описывают очень подробно, очень детально, описывают феномены. Они находят закономерности и связи между разными феноменами, и пытаются сделать из этого выводы, которые отражают реальность и могут найти ответы на те вопросы, которые не только они сами себе ставят, но и им ставят заказчики. А также социологи опираются на на самом деле огромный пласт литературы, концептуализации, разработок, которые уже проведены до них. И на самом деле работать с данными, с информацией, которые нам необходимы для выстраивания очередных концепций, очередных теорий требуют внимательного отношения к тем данным, к которым мы обращаемся. Мы любим свои данные. Мы пытаемся сделать из них продукт тоже, который будет интересен обществу за пределами социологического сообщества. И это как строить еще одну Кремниевую долину. Просто надо идти и делать со самого начала. Спасибо. Итак, у кого есть вопросы, поднимаем ручку и к вам подойдут наши замечательные помощники. Я вижу пять. спасибо за презентацию. Подскажите, пожалуйста, я здесь. Как вы считаете, является ли успешным проект Сколково, ну вот с точки зрения аналога с Кремниевой долины, да, и если он не успешен, то в чем его основные проблемы? Спасибо. Спасибо. Я подозревала, что будут вопросы, на которые очень тяжело ответить кратко, но я попытаюсь. если не сравнивать Сколково с Кремниевой долиной и учитывать цели, для которых она была создана, в общем, да. Второй вопрос про... Можно повторить вместо... В чем основные неудачи? А, в чем неудача? В том, что они пытаются повторить кого-то. Вместо того, чтобы учитывать региональные особенности, российскую культурную составляющую, местные локальные силы, которые есть на самом деле интеллектуальный ресурс. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Меня зовут Евгений. И у меня такой вопрос был. Вы упомянули, что в Силиконовой долине сложилась атмосфера доверия большого. А социология отвечает на вопрос, почему так получилось и в чем особенность. Спасибо. Да, спасибо. На это даже есть некоторые ответы, особенно если мы поговорим... Я запланировала это сказать, но почему-то забыла. Если посмотреть на мемуары, на интервью с теми, кто стоял у истоков, вот у самих, вот в тех самых лабораториях работал, например, они говорят очень четко, понятно, что это была единственная возможность работать в ситуации, когда никто друг друга не контролирует. Не было необходимости друг друга контролировать. Я пишу код, я его оставил как есть, ушел, возвращаюсь, зная, что никто за мое рабочее место не сядет, потому что сообщество вначале было очень узким, тесным, все друг друга знали. Это была условно-семейная обстановка, а дальше правила по умолчанию стали выходить за пределы лабораторий тоже. И с учетом того, как вели себя инженеры, под них подстраивались другие институты социальные, вроде юристов и капиталистов, не привнося, не разрушая представление о доверии. Спасибо. Спасибо за лекцию. Меня зовут Никита. И у меня два вопроса. Первый вопрос. Вспоминая лекцию Антона предыдущую, там были мартышки. Вот тысяча мартышек, которые добились успеха. Просто им повезло. Так вот эти тысячи мартышек напишут, придумают много объяснений и напишут тысячи книг, объясняя залог своего успеха, хотя это всего лишь им повезло. Удачи, везения, вероятно. Собственно, вопрос. Мы можем придумать объяснение всему, чему угодно. Как те объяснения, которые мы придумали, объясняя происхождение Кремниевой долины, можно в дальнейшем использовать? И второй вопрос. Как вы думаете, может быть появление второй силиконовой долины, ну, Кремниевой долины, не происходит из-за того, что уже есть одна? Можно с второго начну? Да. Именно поэтому она уже есть, и ее второй не будет. Это простой вопрос. А на первый вопрос ответ такой, как я пыталась сказать в конце, я, возможно, еще раз это повторю. Каждый раз, когда социолог приступает к очередному феномену для объяснения, он заново выстраивает все. Он заново выстраивает описание, поиск связей и дальше картинку. и поэтому каждый феномен требует еще одного нового объяснения. Каждый раз, когда мы пытаемся применить одно из объяснений существующих к другому, надо перепроверять. Надо собирать дополнительные данные, касающиеся только этого феномена. Перенос не работает. Это не математика, к сожалению, но перенос здесь не работает, потому что каждый раз мы имеем дело с людьми, а люди разные. А я хотела узнать, а почему вы говорите о социологии, а не, скажем, о антропологии, потому что это больше похоже на антропологическое исследование? Спасибо, хороший вопрос. Я хотела говорить о социальных ученых, но каждый раз произносить социальные ученые мне было лень, я стала говорить о социологах, но, безусловно, когда, особенно, когда мы имеем в виду подход, антропологический подход, которым используют, которым пользуются социологи, да, я подразумеваю социальных антропологов, и поэтому я пыталась с самого начала сказать, что это социальные ученые, но я буду называть их социологами, потому что я социолог. Спасибо. Спасибо большое за презентацию. Спасибо. Хотела уточнить. Во время вашего рассказа было часто слышно слово интервью, но ни для кого, в общем-то, не секрет, что для современной социологии интервью постепенно становится чем-то вроде бейсика для программистов. В общем-то, существует миллион различных методов, поэтому вопрос, можно подробнее по поводу методологии? По поводу методологии чего именно? Ваших исследований, какие еще методы... Моих конкретно. Ну, да, допустим, по поводу вообще исследований, допустим, кремниевой долины. Какие методы сейчас широко применяются и каких результатов, собственно, достигло применение этих методов? Спасибо. Постараюсь кратко, потому что я бы на эту тему отдельную лекцию сделала. Все методы, которые я перечислила, интервью, опросы, анализ документов, статистики, наблюдения, они классические, и эксперимент. Они классические просто для социологов. Они взяты иногда из других наук, но адаптированы для социальных исследований. Но, когда мы говорим о конкретном исследовании, например, про кремниевую долину, я подразумеваю, что ребята, о которых я упомянула, исследования, которые я упомянула, имеют каждый свою методологию. Нет единой методологии, которую можно взять и применить кремниевую долину. И когда мы говорим, например, о юристах, я знаю, что Марк Сачман, как он пишет у себя в главе, использовал и интервью персональные с каждым работающим, на самом деле, и интервью не с юристами, а с теми, кто с ними сталкивался, а также поднимал много статистики, смотрел на то, как были расположены фирмы с их численным составом и количеством адвокатов и юристов, которые работают с ним, и он использовал помимо интервью как основного метода еще 5-10 разных подходов к своему полю. Когда я выхожу в поле со своим исследовательским вопросом, я опираюсь на те методы, которые мне в большей степени позволят на них ответить. Например, выбирая интервью с профессионалами в своих исследованиях, я вкладываю в них максимально много вопросов, чтобы потом понять, с чем конкретно я могу работать. Вы можете потом подойти ко мне, я подробнее отвечу, но это коротко. Спасибо. Последний вопрос, как мне говорят. Здравствуйте. Каждый популяризатор науки, и вот Антон, кажется, кто выступал перед вами, говорит о том, что вот наука так важна, так интересна, и, как мне кажется, фишка любой науки в том, что она умеет прогнозировать. Я изучаю физику, и я могу представить, сопоставить некоторые факты и представить, что будет при моем следующем опыте. А вы вот сказали, что когда социолог сталкивается с каким-нибудь феноменом, он вынужден заново все прорабатывать, заново все делать. И как вообще социология что-нибудь прогнозирует, если все приходится делать заново? Каким образом социология связана с наукой? Почему социология — это наука? Последних полчаса примерно я пыталась об этом что-то сказать. Спасибо за вопрос. Он отлично, по-моему, до завершающего. Я отвечу. Мне что ответить. Опять, у Антона понятны входящие данные. Входные данные, sorry. Входные данные ясны тотально. У нас есть кубики, цифры, и мы знаем, как их посчитать. На выходе мы тоже получаем, а дальше мы можем прогнозировать примерно такие же, события. Антон меня поправит, если я что-то сейчас спору. Примерно такие же события мы можем прогнозировать с условием того, что там тоже будут понятные входные данные. У социологов данные входные изначально могут быть даже не определены. И поэтому сила, предсказательная сила на очень маловероятностном уровне существует, но совершенно точно существует корреляция связи и закономерности со второго уровня того, что мы делаем. Вот тут примерно мы можем сказать, что при таких условиях скорее всего возникнет вот это. И хорошо бы на это тоже обращать внимание, хорошо бы с этим тоже работать. А дальше мы идем и смотрим частности, что есть. Дальше включается дедукция, мы выстраиваем картинку, ищем недостающие звенья и все. Если я почему говорю о социальных ученых и социальной науке, я действительно ее разграничиваю серьезно, потому что нельзя лишать статуса, нельзя лишать социальной науки статуса науки вообще. Но всегда нужно учитывать, что мы работаем с тем, что производят люди. А люди производят очень разные, очень неоднородные вещи и взаимодействие, и коммуникацию. И ту информацию, которую мы находим, выходя в поле, мы должны ее обрабатывать. Нам сложнее, возможно, иногда даже. Спасибо. Спасибо большое, Лиля. Спасибо большое. Я прям слушала и заслушалась. Очень интересный был доклад. Особенно было интересно, что нам удалось вместе с вами послушать первого спикера, послушать второго спикера и даже какую-то общую черту подвести и позадавать интересные вопросы. И у нас сейчас маленький перерыв на смену презентации и предлагаю сделать совершенно невозможное оглянуться и найти все-таки хотя бы одного незнакомого человека, с кем вы еще не общались. Нашли? Если рядом с вами нет, то ищите не рядом, объединяйтесь не в пары, а в тройки. И ваша задача представиться, рассказать, чем вы занимаетесь и задать друг другу вопрос, что вас вдохновляет. Сейчас перерыв короткий будет буквально на две минуты, и поэтому наверное лучше не расходиться. И можно сразу посмотреть на экран и увидеть, о чем же будет у нас третье выступление. Игорь Негода, Спасибо. Спасибо. Спасибо.